Уникальную открытку подарили главному редактору Самара ГИС. В ней двухлетний ребенок благодарит телеканал за то, что теперь у него есть мама. Еще одну такую открытку Ольга Шелест подарила губернатору Дмитрию Азарову на форуме добровольцев Самарской области. Ольге вручили благодарственное письмо за акцию «Дед Мороз. Каждый из нас», которая проходит уже пять лет. В этом году волонтеры поздравят 150 палеотивных детей. Благотворительный фонд Ольги Шелест, ЕВИТА – единственный, кто оказывает помощь особенным ребятам. Помогает в этом и программа «Право на маму» на телеканале Самара ГИС, в последних выпусках которой главными героями стали палеотивные дети. К этим детям не придет Дед Мороз. И сами они никогда не попадут на елку. И этот Новый год может быть последним Новым годом в их жизни. Но они все равно дети. А самое главное, у них есть родители, которым точно так же нужна помощь и поддержка. И им тоже хочется праздника, потому что каждый день таких детей похож один на другой. Им ничем совершенно не отличается. И когда неожиданно приходит Дед Мороз со снегурочкой, да, это открывается второе дыхание. Награждение благотворителей и волонтеров стало завершением трехдневного форума добровольцев Самарской области. В этом году темой 18-го ежегодного фестиваля стали не случайные истории. Школьники, студенты и волонтеры серебряного возраста рассказывали на своем примере, как они пришли к идее творить добро. Сегодня тем, кто в этом нуждается, безвозмездно помогают 150 тысяч жителей Самарской области. Они нас очень ждут. Бывают волонтеры, которые нерегулярно ездят в поездки. Бабушки и дедушки к ним привыкают. Они уже воспринимают нас как внуков. Они ждут. Большинство бабушек и дедушек там одинокие. И мы своим вниманием согреваем их. 2019-й стал очень успешным для Самарского добровольческого движения. Одного из самых масштабных в стране. Второй год подряд область одерживает победу во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Успешным для губерния оказался и Международный форум добровольцев, завершившийся в декабре в Сочи. Волонтер Валерия Минникаева заняла второе место в конкурсе «Доброволец России». А Самарский дом молодежи вошел в тройку лучших волонтерских центров страны. Владимир Владимирович отдельно отметил, конечно, вклад волонтеров в существующее общественное устройство, в развитие нашего государства. Потому что невозможно развиваться государством, обществу без доброты ваших сердец, без вашей энергии и неравнодушия. Важнейшим итогом года стало создание ресурсного центра поддержки и развития добровольчества. В следующем году регион получит средства на развитие этого направления, создание сети волонтерских центров и штабов в муниципалитетах и образовательных организациях Самарской области. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.